всем привет дорогие друзья сегодня мы поговорим про такого блогера как тумсо абдурахманов который в последнее время меня очень сильно беспокоит а если быть точнее беспокоит его высказывания ранее я довольно таки положительно к нему относился и даже было переживал о его смерти когда примерно полтора года назад тумсо пропал из медиа пространства и появлялись там различные новости на этот счет и тогда тот оказался жив на последние три видео на канале нашего сегодняшнего героя очень сильно меня беспокоят как собственно беспокоят многих людей которые пишут негативные коменты под его видосами мне хотелось бы немного разобраться как я вижу ситуацию и почему же все таки тумсо немного погорячился со всеми этими высказываниями вот чего все началось это я затрагиваю тему о высоках о высоком тему которая называется избранные почему им русских можно любыми способами а другим чеченок нельзя я к чему это говорю потому что получается ведь а есть избранность нам можно все потому что мы чеченцы но с нашими встречаться нельзя задает этот вопрос карпенко из-за того конфликта произошедшего в анапе когда там двое чеченцев родственников аптела лаудинова подкатили кругом русским девушкам те их послали завязался конфликт кого-то побили и их задержали аптела лаудинов прякся за своих родственников и карпенко говорит вот если к чеченкам русские подкатили бы познакомиться то это это ведь вызвало бы конфликт почему вы можете а к вам не могут вы чё такие особенные он спрашивает и вот эта претензия она ведь она ведь не кадыровцам потому что это это не кадыровская особенность это ведь общечеченская особенность как выразился сам карпенко да вот какие мы особенные мы таким образом воспитываем своих детей своих дочерей что для чеченки неприемлемо чтобы к ней подкатывал русский украине с нами испанец неприемлемо не выйдет замуж чеченка за русского украинца или испанца если тебе карпенко не нравится эта особенность чеченцев что мы можем жениться на русской на украинке подкатывать знакомиться и неприемлем чтобы подобное происходило в отношении чеченок то это ведь не мы в этом виноваты если вы начнете воспитывать своих дочерей своих сыновей таким образом что они не не могут не смогут выходить замуж ни за кого кроме представителей своего народа русские за русских например украинки за украинцев то этот вопрос решится все никакие чеченцы и никто другой не сможет подкатывать ник украинки мне к русской то что чеченцы и или представители других народов могут это делать и подобные браки практикуются у вас это ведь результат вашего воспитания вы это приемлете поэтому у вас это происходит и теперь вы когда кто-то другой когда другие народы подобные не приемлят и воспитывают своих сыновей и дочерей подобающим образом ты испытываешь какое-то чувство зависти неприязни и хочешь чтобы мы тоже уподобились тебе но нет если тебе это неприятно ты не хочешь допустим чтобы конкретно чеченец мог жениться посвататься к украинке никаких проблем еще не сможет это сделать если вы воспитаете свой своих дочерей нам свой народ в таком русле если у вас это будет так принято так жестко поставлено как у нас то все у вас не будет этих прецедентов если ты скажешь что нет все нормально я я не сторонник того чтобы там украинки выходили замуж только для украинцев просто я хочу чтобы и у вас это было так да кто ты черт побери такой чтобы нас учить как у нас должно быть мы хотим что у нас было вот так мы гордимся тем что у нас именно вот так мы гордимся тем что наши девушки не приемлят выходить замуж за русских и или за представителей там иных народов этим гордимся с чего ты решил что ты можешь нас лечить отвечая на твой вопрос тот кадыровица не может тебе ответить и в силу того что находится в плену и в силу того что он тупой в принципе я вообще сомневаюсь что он будучи даже не в плену смог бы ответить на этот вопрос но я тебе как как человек свободный как представитель свободных чеченцев я отвечу тебе на этот вопрос на вопрос у что такие особенные да карпенко мы вот такие особенные его теперь живи с этим пониманием на самом деле дмитрий карпенко задает кадыров скому пленному вполне логичный вопрос на который тот само собой не может адекватно ответить ввиду своей тупости как собственно не может внятно ответить и на другие вопросы и тумсо из этого всего раздул целый спектакль который совсем не понравился его зрителям и я практически не нашел под его роликами положительных комментариев и я не понимаю честно говоря что его беспокоит такой простой логический вопрос дмитрия карпенко очевидно же что тот журналист который ведет контр пропагандистскую деятельность которая направлена не столько на украинского слушателя сколько на российского его канал смотрят многие россияне и для них он и адресовал все это чтобы они задавали себе тоже такие же логические вопросы потому что мы часто можем слышать в российском медиа про защиту жителей донбасса защиту русского языка в украине борьбу с биолабораториями и чернокожими лгбт наемниками нато который хлопотел один а уничтожает каждый день пачками сидя прямо в своем бункере под курском и оттуда только записывает свои тик ток чеки но при этом самой россии тоже творится беспредел одни пытаются сжать предприятия у других прямо в центре столицы и потом одного из организаторов берут и тихо молча отпускает при том что были раненые и убитые другие же считают нормальным подходить среди ночи и знакомиться с девушками которые были со своими парнями и потом еще и драку устроили из-за отказа и через время лапа тела дина записывал ролики и писал посты какие же мол они были хорошие помогают на я своего спортсмены сами по себе и примерные семьянины и вообще это их спровоцировали на драку то есть вполне правильный задан вопрос зачем россиянам эта война если у себя в стране проблем навалом и они просто-напросто не могут их решить и эти проблемы нарастают как снежный ком пока сама война продолжается и возникают проблемы когда права одних ставят выше чем других и этот вопрос должен задать себе каждый россиянин почему же все-таки у кадыровцев прав больше навоевать в украину отправляют не их дон-доны при этом покупают себе куртки по 2000 долларов мародер от магазины и отсиживаются за спинами срочников а потом еще и лапа тела дина говорит зачем это вы стране нужны раз не хотите умирать за наши блага слепы всплески по поводу того что срочники вообще не был заваливать а зачем вы и ваши дети нужны этой стране я и тумсо будучи коренным чеченцем не осудил своих сограждан а стал нести какую-то дичь про то что они чеченцы мол особенные дай карпенко вот такие особенно то есть по сути в этом вопросе на стороне кадыровских подсосов хотя очевидно что они явно в этой ситуации были неправы и подобная риторика с особенными нациями уже получила отпор и осуждение в сороковых годах прошлого века и не бывает никаких особенных нации обычно особенными называют себя отдельные люди которым нечем в жизни гордиться и не гордятся просто банально своей национальностью и больше ничем и теперь блогер который есть в себя всегда вел культурно и выглядел воспитанным и сдержанным своих видео сам начал продвигать эту риторику само собой как и у любой национальности есть нормальные и ненормальные но чем дольше правит дон-дон его шобла-ёбла тем больше мы будем видеть медийных клоунов по типу адама кадырова и различных быдлу новость по помимо которые тоже называют себя чеченцами на каждом углу кричат какие же они крутые и особенные только лишь потому что относятся к этой национальности при этом у таких нет ни культуры не воспитания и как я сказал выше их со временем становится только больше и больше и на это почему-то многие закрывают глаза далее тумса говорит что если русские украинцы начнут воспитывать своих девушек именно так как они воспитывают то они не будут выходить замуж за другие национальности будут выходить замуж только за представителей своей нации и в принципе вот такую вот риторику он продвигает и говорит что вопрос сам собой решится интересно как этот вопрос вообще должен решиться если воспитание многих его сограждан от этого лучше не станет и этих ребят которые устроили там драку она уже никак не изменится их воспитания и тех же чурчаев их воспитания никак не изменится кем бы они по национальности не были и даже в случае отказа такие могут начать конфликтовать то есть осуждение мы тут не увидели и по сути занял сторону того же лапти аладдинова который тоже выгораживает этих вот персон но от самого тумсо странности на этом не закончились он записал еще один ролик про захват вал борис где было много всего интересного и того что заставляет задуматься например он сделал заявление что далеко не все кто пришел туда отжимать компанию являются кадыровцами есть якобы случайные люди которые туда обманом попали их затащили обманом туда этот парень допустим я когда увидел просто я сразу понял что он ну явно бывает когда у человека на лице написано что он не кадыровец не может быть кадыровцем я естественно сразу начал пробивать кто этот человек то как он там мог оказаться и после этого я уже проанализировал видеоролики с места и нашел его на эти на этих видео у меня телеграм-канале последний пост как раз про него можете посмотреть его зовут обувакар висаригов и там на видео четко видно что он вообще не участвует ни в каких не драки там не стрельбе тем более он даже не пытается туда зайти когда начинается стрельба он пытается как-то ретироваться то есть он просто присутствует понятно что он там оказался либо случайно либо кто-то позвонил а это кстати тоже момент очень многих чеченцев как минимум туда привезли телефонными звонками вот эта почта бывает у нас работает и все они говорят что нас нам звонили и говорили оружие собой не брать то есть там были конкретные посвященные люди из отеля которые приехали туда с оружием которые знали куда они едут были готовы к любому исходу и был была вот эта толпа зевак которых привезли и сказали ни в коем случае оружие не брать там никаких никакого криминала там не будет просто приедь видимо для для количества для массовки они были нужны какие бедные несчастные не знали что на разборке идут и в этом отрезке видео он называет этих людей чеченцами хотя очевидно что там больше подходит термин кадыровцы это более точное определение ведь те кто там были это сторонники кадырова которые пришли на помощь чтобы это все совершить даже если они не до конца понимали что происходит это не снимает с них никакую ответственность когда вас призывают идти на преступление в ходе которого случается перестрелка и гибнут люди то съехать на то что мол не до конца знали не прокатит не это в целом выглядит как какой-то детский сад как собственно его последующий ролик с оправданием перед дмитрием карпенко 120 миллионов украины 40 с лишним миллион округлим 40 вот когда я записывал это видео я понимал что 120 и 40 160 миллионов человек не понравится то что я говорю ты что думаешь я этого не понимал я говорил это изначально зная что вам и ты в этом числе этих 160 миллионов что вам всем это не понравится я это записал выложил и не закрыл комментарий потому что я хотел чтобы вы там это писать понимаешь знаешь почему карпенко чеченцев полтора миллиона официально нам заявляют где-то там еще разбросанные давай скажем что миллион нас миллион карпенко вот вас всех кто там негодует кому не понравились мои слова у вас 160 а нас миллион представляешь разницу но я знаю что вот этот миллион каждый из этого миллиона подпишется по тем что я тебе там сказал и мне важно не для меня важен этот миллион и плевать я не хотел на эти 160 миллионов поэтому сейчас я вам предлагаю еще столько же комментариев написать под этим видео они меня только радует и они радуют этот миллион которым я говорю зачем тогда он снял весь этот ролик если ему все равно что про него подумают все кроме чеченцев зачем вообще говорить что все равно на мнение других его же не только чеченцы смотрят его и украинцы смотрят многие россияне которые войну не поддерживают и представители различных мусульманских народов его тоже смотрят которые понимают русский язык и им такое поведение дон-доном явно не понравится любой уважающий себя мусульманин не будет это все поддерживать он понимает что вести себя надо в любом случае культурно и воспитанно а не подходить среди ночи компании и избивать ее надеюсь что тумсо не продолжит далее развивать эту тему потому что каждый такой ролик он будет для него еще больше наносить урон по репутации будет закапывать себя еще глубже и реально после первого видоса стоило бы остановиться или же сказать что немного погорячился но если он продолжит и далее оправдываться и может таким вот образом конечно же свою медийную карьеру похоронить небо и несмотря на все вышесказанное не хотелось бы чтобы это свершилось ведь в медийном плане тумсо очень хорошо рушит репутацию кадырова и его шайки как бы вы к нему не относились после всего этого но в медийном плане такой урон по дон-дону как он не наносил никто а это тоже очень важно в наше время важно показывать какой это мерзотный персонаж и какое зло он творит поэтому надеюсь тумсо немного сменит риторику и будет более сдержанным своих высказываниях а вы пишите что думаете в комментариях и вообще в целом высказывайте свои мысли на этот счет в чем я прав а в чем нет и не забывайте поддерживать ролик лайками и подпиской на канал всем пока до новых встреч увидимся